Здравствуйте! В прямом эфире Вести Карачаева, Черкесия, студия Мураджин Кёзов. А у Акачиева из Учки Кена. Просто так жил, что легендой устал, совсем не желая того. Быть может, звезду он не сразу достал, карьеры не делал, увы, но сам он звездою небесною стал, украсив простор синевы. Просторы синевы генерал-майору Каламату Хусеевичу Баташеву покорялись много лет. Но 22 мая 2022 года он ушел в свой последний в жизни героический полет, навсегда вписав свое имя в историю страны, став символом настоящего патриотизма и мужества. Вы знаете, я был на похоронах Канала Хусеевича. И в тот день, когда нам было, с одной стороны, очень грустно, что такой человек ушел рано из жизни, относительно 63 года. Молодой возраст. И в то же время гордостью, что есть среди жителей, народов, всегда оно и было. Герои рождались. Ну и под таким впечатлением я приехал, но с депутатами посоветовались, и было принято решение. Решение о присвоении имени Героя России Канамата Баташева Дворцу спорта в селе Учкикен и открытие ему же мемориальной доски на стене спорткомплекса было принято на очередном заседании Малокарачаевской районной думы. И на мероприятии по увековечению памяти известного воздушного бойца собрались представители власти, общественные и религиозные деятели, школьники, родные и близкие. На деле доказал, что смелость, патриотизм и отвага – это не просто слова, а его жизненные принципы. Баташев Канамат Кусевич, военный летчик-снайпер, генерал-майор, жил и погиб, как настоящий мужчина, защищая жителей Донбасса, защищая родину в борьбе с губительной идеологией фашизма. Герой Российской Федерации Канамат Кусевич Баташев – пример доблести и чести, особенно для подрастающего поколения. Память об отважном сыне Карачевой Черкесии будет всегда жить в сердцах жителей. А мальчишки и девчонки с гордостью и стимулом будут посещать спорткомплекс, который носит имя прославленного летчика. В этот же день здесь провели первый турнир по карате. Дворец спорта села Учкекен Малокарачаевского района посещают несколько сотен ребят. Здесь они занимаются десятью различными видами спорта. С этого года турнир памяти Канамата Баташева станет традиционным. И, возможно, среди этих ребят есть те, которые достигнут таких же больших высот, как и легендарный авиатор. Чемпионки эскафонии, однократному призеру ЮФО по карате Лиане Садовской уже знакомы слагаемые успеха. Я занимаюсь спортом с десяти лет. Мне уже 15 лет, уже 5 лет занимаюсь. Спорт для меня в данный момент очень важен. Я постараюсь в дальнейшем продолжать заниматься спортом, добиться лучших результатов. Как отметили собравшиеся, трудолюбие, образованность, мужество, горское воспитание были присущи герою России Канамату Баташеву. А самое главное, он никогда не изменял мечте, чего и пожелали нынешние молодежи. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачева, Черкесия, Малокарачаевский район. В Черкесске в этом году должны быть благоустроены еще 25 дворовых территорий. Но одно дело создавать красоту, совсем другое ее сохранить, а по возможности и улучшить. Чем, собственно, и занимаются жители одного из многоэтажных строений республиканской столицы, которые поделились некоторыми секретами с нашим корреспондентом Артуром Хце. Я очень часто сюда прихожу, мне нравится новая площадка. Этот двор Палмаралиева-31 в Черкесске был благоустроен в рамках федеральной программы год назад. Некогда убогого вида места теперь выглядит как территория, за которую горожане хотят нести ответственность. Как говорит председатель Совета дома Земфира Урусова, в былые времена сюда после работы даже не хотелось возвращаться. Настолько некомфортно люди себя здесь чувствовали. Раньше, вы знаете, нельзя было даже пройти здесь всего. Две-три машины вот тут стояли. Мусорные контейнеры у нас тут стояли, вот здесь четыре подъезда. Машина даже не могла забрать мусор. Было очень тяжело, люди жаловались. Участие в федеральной программе позволило преобразить территорию. Но одно дело потребительски использовать то, что для вас создано. Совсем другое, если вы вкладываете душу в предоставленное городскими властями. Оказавшись в этом дворе, ощущаешь себя как в небольшой оранжерее. Настолько красиво, аккуратно выглядит палисадник вдоль дома. Многого удалось добиться как раз благодаря совместному труду жильцов многоэтажки. Разумеется, под руководством Земфиры Урусовой. Здесь у нас розы цветут, видите, разные розы. Здесь роза у нас, вьющаяся роза. А здесь тоже вот эта желтая роза, она тоже как бы цветущая. Насколько тяжело ухаживать за этими цветами? В этом году почему-то было очень много тли. Мы, вы знаете, несколько раз оприскивали. Но сейчас они, смотрите, отошли, вроде бы нормально. И что главное, радует. Да, люди довольны, конечно, что у нас розы такие цветут. Собственникам дома удалось добавить жизни благоустроенный для них двор. Такой опыт, несомненно, пригодился бы и другим горожанам. В том числе тем, чьи территории строительная техника посетила в нынешнем году. По федеральной программе «Комфортная городская среда» в этом году в Черкесске будет благоустроено 25 придомовых территорий. По муниципальным контрактам работы начаты в апреле и планируется завершить к сентябрю этого года, то есть к столетию нашей республики. Всего через год должна быть завершена реализация взятых в 2017 году обязательств по благоустройству придомовых территорий. Понятно, что далеко не всегда подрядные организации выполняют свою работу надлежащим образом. Однако в целом преображение десятилетиями неремонтировавшихся дворов можно считать успешным. А потому самое время горожанам, не попавшим в первый список, заранее позаботиться о том, в каких условиях они будут жить дальше. Сейчас идет прием заявок на участие в программе благоустройства на последующие годы. Она начата 20 июня, будет продолжаться до 20 июля этого года. Для этого нужно подойти по адресу Тургеневская, 78, кабинет 3, и там вам предоставят список документов, которые необходимы для подачи в участие в программе. Затем все собранные заявки будет анализировать специальная комиссия. Дворовые территории, действительно нуждающиеся в благоустройстве, непременно попадут в обновленный список, примут участие в программе. Однако люди должны помнить, что они сами должны подать заявку до 20 июля. За них это делать никто не будет. Артур Мухцей, Роберт Жигутанов, Вести Карачаево-Черкесия. Сейчас время прогноза погоды, после продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии местами кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах Сильный, с градом и шквалом до 25 метров в секунду. Ветер северный 6,11, температура ночью 9,14, в горах до плюс 7, а днём 17,22 градусов тепла и местами до плюс 16. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер северный 6,11, температура ночью 12,14, а днём 20,22 градусов тепла. С 18 июня по 17 июля в Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2,96,58. Катеринар Плес. Умею. И хочу учиться. Поэтому с 10 класса. Я в университете. Работаю с настоящими учёными. Заканчиваю школу нового типа в ИСКФУ и собираюсь стать студентом. Стать студентом. И хочу стать студентом. Приём в школу нового типа в самом разгаре. Окна в рассрочку. Оконные комбинаты. 8-938-333-90-00. Как найти счастье в выбранной профессии? Получить реальное образование и стать крутым специалистом. Ставропольский кооперативный техникум. Знания с нами. Будущее за тобой. В Усть-Угутинском муниципальном районе 16 образовательных учреждений. В 14 из них 6 июня распахнули двери пришкольные лагеря и посещают их 694 ребёнка. В первую очередь это и дети из многодетных семей, малообеспеченных и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В этом году впервые в Усть-Угутинском районе отдых организованный для детей с ограниченными возможностями здоровья. Как дети проводят летние каникулы узнавала Алла Динаева. Хотя сейчас летние каникулы и во дворе третьей школы Усть-Угуты шумно. Это весело. Ребята проводят время в пришкольном лагере. Мы ещё практически каждый день ходим в библиотеки, в походы. Ещё мы каждый день играем тут в футбол. И сегодня они собрались в небольшое путешествие. Чтобы досуг детей был ярким, познавательным, полезным, педагоги разрабатывают план. И каждый день здесь расписан и имеет своё название, где учтены все памятные даты. Кроме основной нашей работы, спортивной, развлекательной, оздоровительной работы, мы ещё проводим воспитательную огромную работу. Она ненавязчивая у нас, она яркая, красочная. Может быть в виде фильма показываем. У нас есть такая возможность, подключённый интернет есть. А тем временем в школьной столовой всё шкварчит, кипит и готовится вкусный обед для 45 ребят. Приятно, когда пустые тарелки со звоном. Да, очень приятно, когда все люди кушают то, что ты готовишь. Отдых в пришкольных лагерях для детей начинается в июне, а подготовка к нему идёт с апреля. Воспитатели проходят курсы, разрабатывается план на месяц. А уже во время пришкольного лагеря ежедневно ведётся работа со всеми, кто осуществляет летний отдых детей, рассказывает заместитель главы администрации у Джигутинского района Светлана Лещенко, которая и координирует эту ответственную, важную и объёмную работу. Если, допустим, спортшкола сегодня едет в один какой-то пришкольный лагерь, то Дом творчества направляется в другой. Гости у них ежедневно бывают. Мы очень большое внимание также уделяем безопасности детей. Каждое утро начинается с инструктажа. И, собственно, к ним приезжают и представители МЧС, и ЕДДС. Но гости у них полиция, ГАИ, в общем, ежедневно. В уютном дворике школы номер 5 у Сжигуты дети вместе со своими воспитателями и начальником лагеря Эльвирой Кубановой в этот летний день проводят патриотическое мероприятие. Тут есть мячи, скакалки, можно играть в футбол, гонки, весёлые старты. Хочется, чтобы лагерь никогда не заканчивался. Мы поём, рассказываем стихи, мы девизы рассказываем. А девизы какие? Можете нам рассказать? Пока мы только звёздочки, но вам не долго ждать. Мы скоро станем звёздами и будем удивлять. А это девиз вашего отряда? Да. 40 детишек у нас посещают наш лагерь. Две группы организованы из этих 40 детей. Работой в лагере занимаются 19 человек. 15 воспитателей, начальник лагеря и работники, которые организовывают им питание и обслуживание. Все дети с удовольствием посещают наш лагерь. Не пропускают, да? Лето – чудесная пора, а для детей – время отдыха, чтобы набраться сил для нового учебного года. Алла Динаева, Расул Бердиев, Вести, Карачаево, Черкесия. Яркие постановки, концертные номера, неподдельные эмоции и напутственные слова прозвучали на торжестве юности в Черкесске. Общегородской выпускной бал для 570 ребят состоялся. Зарядилась энергией позитива и Альбина Ламкова. Мы говорим у нас самым лучшим! Амбициозные, красивые, уверенные и совсем юные девчонки и мальчишки. Сегодня они прощаются с очередным этапом в жизни. Позади у них остались экзамены. И это нельзя назвать легким путем. При этом у них самое важное и интересное впереди – это новые планы, идеи и их реализация в жизни. Конечно же, каждый из них уже определил свою будущую профессию и мечтает реализоваться в ней. Но многие еще думают о выборе факультета. У меня нет планов после ЕГЭ. После ЕГЭ уже не осталось никаких планов. Спасибо. Юристам, биоинженерам. Каждый выпускник готовился к этому празднику с особой ответственностью и радостью. Им будет что вспомнить. Программа торжества была насыщена. Родители и сами выпускники на память успевали делать сотни блистательных кадров и во всех возможных ракурсах. Для этого им подготовили яркую тематическую фотозону. Не обошли и традиционный запуск воздушных шаров в небо. Эмоции у ребят зашкаливают. Огромные планы на будущее. Они благодарят всех, с кем прошли этот долгий путь. Я хочу поступить на журфак, на журналиста. Я надеюсь, что смогу потом наоборот брать у кого-то интервью так, как вы. Затем торжественное мероприятие продолжилось в амфитеатре. Под громкие аплодисменты учителей и родственников виновники торжества принимали поздравления, слушали наставления. Я уверен, что вы все такие молодые, красивые, талантливые, энергичные. Найдете свое призвание в жизни, реализуйте все заветные мечты. Алексей Баскаев отметил, что искренних слов благодарности заслуживают учителя, родители и все, кто оказывал поддержку, радовался успеху и помогал преодолевать трудности. Все стрессовые наши ситуации уже позади. Главное, всем детям хочу пожелать, чтобы все нашли свою дорогу в жизни, поступили в те вузы, которые они себе выбрали. Затем праздник плавно перешел к Большому пруду Зеленого острова. Зрелищное шоу стало очередным номером выпускного вечера. В выпускной вечер непременно запомнится ребятам множеством ярких и трогательных моментов. Завершение праздника тоже стало ярким. Альбина Ламкова, Алиб Бастанов, Вести, Корчаево, Черкесия. Это все вести на сегодня. Далее телевизионный вечер продолжит фильм «Тарас Бульба». Всего вам доброго и до встречи. Газпром – одна из крупнейших энергетических компаний мира. Благодаря ее работе в России создаются тысячи рабочих мест. А в наших домах всегда есть свет и тепло. Три предприятия, три профессии, три профессионала из разных уголков страны. Что их объединяет? Смотрите фильмы «Люди Газпрома» на телеканале «Россия» 26 июня в 8 утра.